Являются ли алавиты муртадами, или же они мушники в основе? И еще один вопрос насчет этого. Приводится слово шефа Сулеймана Руана насчет сражений с ними. Он сказал, что дозволено убивать любого из них, если есть такая возможность, и сражение с ними не обуславливается никаким условием, и для этого не требуется никакого знамени. И у брата вопрос, дозволена ли кровь женщин, детей, стариков, алавитов? Жазаку Мухаммаду. Бисмиллах, альхамдуллиллах, ассалату ассаламу аля Расуллиллах. В первую очередь, нусариты кто? Нусариты — это группа, которые идут за Мухаммад ибн Нусар, который вышел из Ирака. И основной акид этих людей является считать Али Богом. Они являют, что Али является Аллахом, Богом. Это из их акид основ, это акиды. Нусариты, они отпадают этого человека, это вышли в 3 веке. Мухаммад ибн Нусар умер в 260 году. И откуда тогда Алави имя они получили? Они известны были Нумарион, они известны были Нусарион. Но алавиты они известны стали в начале прошлого века, чтобы обмануть мусульман. Когда французы завоевали Сирию, они дали имя Алавити. В Франции, в основном, люди мусульман, чтобы обманулись, как будто они отпаяли им на Виталию, как будто за Али ибн на Виталию они идут, что они любят, с таким намерением. Но Нусариты — они худшая группа из шиитов. Даже сами шииты им так делают за их убеждения. А если сказать, почему тогда, если они кафиры считают, сейчас шииты помогают Алавитам, имеется в виду, что в данный момент главой Алавиты является Сирия, их главой является Башару Асад, который во главе этой группы и воюет против мусульман Сирии, убивает и убивали, уничтожали в протяжении нескольких десятков лет. Начиная с его отца, кончая до сына Башара. Их Алавитам назвали, чтобы обманули мусульман. Мусульман сказал, что они отпаяли им на Виталию, они любят Али ибн, а нет, наоборот, но они считают Али ибн, а Виталию Богом. Один из самых худших убеждений из них это является. Они уже от этого убеждения понятно, что они не являются мусульманами. Потому что они куфары и не являются мусульманами. Как сказал ибн Таймия, рахима Аллах, «Куфра хаула ла яхталюф фихи мусульмун, баль ман шаккафи куфрин фау кафир в метлихим». Что они являются кафирами, неверующими, вышедшими из убеждений Абдуллах, Мухаммад Абдуллах, что в убеждении Ислам, что они вышли, никто не сомневается. Мухаммад Абдуллах, Мухаммад Абдуллах, садаллах Абдуллах, пришел в убеждении, что Аллах является нашим единим Богом, нас другим, божества и нет. И кто сомневается в куфре этих людей, сам является кафиром, рахима Аллах. Но они являются основой куфари, или являются они муртами. Здесь разогласия Ахни Шуми, большинство говорят, некоторые из них говорят, что они основой кафир. Они не были мусульманами, чтобы муртаром стать. Они являются кафирами, не являются мусульманами. Некоторые говорят, пока они были мусульманами, или кафирами стать, их дети уже родились в куфре, значит, кто родился в куфре, они являются основой кафирами. Здесь, которые говорят, что они являются муртаром, из них, он говорит, что мусорью, что они являются муртаром. Многие из них, они являются муртаром. иммун таби, рахмаллах, фатава, 28, 550 странице, а тут, ла-я-жузу, это мусорит, является муртадами. В другом говорит, воевать против этих людей, против мусоритов, как воевать против муртадов. Они являются, гласные мнения мусульман, кафирами, и от них жизни не берутся, они вышли из ислама. Это же мнение является, что они муртадами являются, то же, что те, которые, даже если они родились, ридда, мнение является, говорит, иммун Кудам, это мнение иммун Шафия, то же, что они остаются муртадами. Это мнение придерживается, тоже Абдулладиев, Али-Шейх. Даже он говорит, это мнение, что они в основе, что кафари, это только мнение, имам Ас-Сан-Ани, только его мнение говорит, этот, Абдулладиев, Али-Шейх. И такие мнения приводят, но, что они в основе кафири, что они в основе будут кафиры, или так, что против них воевать обязан, что мусульмане должны против них выйти, убивать их мужчин, это единогласно. Хоть будет он кафир, хоть он будет муртад, но, группа, муртад, если один-один сам муртад, его человек, дети муртад стали, их хокма отдельная. Или они ислам примут, или же их убивают, это гласное мнение. У них требуется покаяние. На покаяние требуется, если не примут, обратно, их смерть и казнь, это гласное мнение четырех имамов. А если уже это же муртад, у них образовалось государство, образовалась группа, маленькая хоккайная группа, и они в каком-то месте сдерживают, они уже стали, как имам Абдул-Ханифа, Гадрахаму Аллах, что это уже государство, Мумтаниа, они хокм, хокм, ахл, куфур, потом их воюют, их дети, и женщины, не убивают, как не убивают кафиров, но их плен берут, как берут женщины, детей кафиров, но не убивают общий хокм у них, как общий хокм куфар, ас-ли-ни-ин. Этот далил для этого это дело Аббак Руслитик, радуя Аллаху Ана. Когда он воевал против муртадов, бану-Ханифа, мусульман-даль-кадзаб, когда они против них воевали, их женщин и детей, он плен брал, но не убивал, и мы знаем Мухаммад Аль-Ханифия, сын Али-Имна Аббиталиба, радуя Аллаху Ана, является сыном из пленниц бану-Ханифа, из этого его называют Мухаммад Аль-Ханифия, не спотан, у него был Али-Имна Аббиталиба, другой сын был еще один Мухаммад, из этого который себя отличил от первого, назвали его Мухаммад Аль-Ханифия, не спотан, да, пришли к матери, чтобы различить между двумя братьями, он был сын из племени, который взяли из бана-Ханифа, которые стали муртадами, были отбавлены Мухаммад Аль-Ханифия, с этого нам долил, что женщин и детей муртадов не убивал, Аббакр, ради Аллаху Ана, наоборот, их плен брал, и от них родился даже сын Мухаммад Аль-Ханифия. Абу-Я'ля Аль-Ханбали тоже говорит, если они держат от себя государство, отделились от мусульман, и стали против них воевать, и против них воевать и против них воевать, как воевать против Ахруль-Харб. Но их мужчины племя, этот брат и рабом делать не подобает как чем их только или же ислам или же смерть. А женщин детей их плем берут и их не хукму как дети и женщины Ахруль-Куфу. А если их на мужчину племя попадают, их сразу бивают или же от них что-то требует? Пань, Тауба. Муртадов тоже, сейчас это все ахкам, мы здесь не будем Пань, делать до планования. планование. Племя попал, есть Ридда Мугалава, Ридда, Мухафафа, Мугалава, хоть он Таубу делает, его убивают. Тауба не продавали? Да. Это Мухафафа, как мы имеем в виду, грубый, Ридда, например, как, который прокляет пророка Мухаммада, Мухафафа, хоть он Таубу сделает, есть мнение ученых, что его Таубу хоть примет, не примет, но его смятный казнь. Хромит мусульманский Крым, но ему наказание является смятным казнем, потому что он против пророка саллаллаху алейхи вассалям. Но потом этот их хакму мусоритов и что они кафиры, нет сомнений вахли сунни вальджама'а, и не должно быть на этом сомнений, потому что их неубеждение вообще против ла-иллах и ла-ллах и как на их убеждении говорится, что Али является Богом и многие другие вещи, которые они говорят, что их не куфру выявилось, мы с вами видим, как в Сирии выявляются ла-иллах и ла-ллах не хватает Али Аллах говорили, люди начали говорить ла-иллах и ла-ллах и ла-ллах нет Божистов кроме Башара и заставляли поклон делать фотку Башара ставили и спрашивали кто и твой Аллах когда он говорит я раб я Аллах они кричали в те времена как Абуджахиль когда мучил мусульман ставили идолы и говорили кто твой господ скажи этот господ твой Хубаль или же который Мухаммад призвал Аллах также они сейчас заставляли я раб я Аллах кто твой Аллах кто твой господ и фоткай это скажи что господ Башар заставляли это видно они их на акиды вообще не прикасаются акиды истана в этом коротко является хокм мусоритов алейхим миналлахи майя стахик Аллах испан та апостоли победа нашим братьям которые бывают против них в шаме и унизят их рукам мусульман и мы все видим какой подлый кафир они столько братьев они уничтожают любыми способами мусульмане у нас есть на войне даже свои охлаки мы знаем как воевали мусульмане против кафиров детей женщин не трогал запрещал убивать стариков а этот кафир как воюет мы знаем подряд убивают наших детей наших женщин слабых не различая между тех мужчин которые воюют против них и детей которые родились вчера подряд убивают химиями чем пичкают их и видим как воюют мусульмане и воюют как кафир вот разница между исламским джихадом и кафирским войной которые убивают подряд что попало и сжигают все живое пусть Аллаху даст победу нам и покажет радость нам в этом войне дав победу мусульманам и уничтожит этого тирана кафиров руками мусульман хамду лиллэх рб лаламин мусульман 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 мусульман